Прокуратура Ненецкого округа провела открытый форум. В рамках обмена мнениями между представителями прокуратуры, органов госвласти, местного самоуправления общественности, обсудили актуальные для региона вопросы соблюдения законодательства регулирующего строительство социально значимых объектов на территории региона. Цель диалога – обозначить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения. Открытый форум прокуратуры призван стать механизмом укрепления правозащитной функции ведомства, как приоритетной, а также повысить ее эффективность. Об этом, открывая форум, сказал прокурор Ненецкого округа Николай Егоров. Материалы форума будем использовать в нашей надзорной работе. Хочу поблагодарить всех. Тему выбрана, она актуальна, реально. Я думаю, что мы к ней вернемся, может быть, в другом формате. По итогам года мы должны посмотреть, что введено в эксплуатацию, какие ошибки мы искоренили. Но правоохранители все-таки доложат, сколько человек. Мы, по крайней мере, понесли справедливое наказание на реальную ответственность. Наибольшее число несоответствующих законодательству проектов реализуется администрацией Заполярного района. Такие нарушения выявились прокуратурой при старительстве школы в поселке Красное, в селах Нижняя Пеша и Тельвиска. По выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования. В ходе работы форума отмечено, что на территории региона расположен 21 социально значимый объект «Долгострой», финансирование строительства которых осуществлялось за счет бюджетных средств. «Это действительно проблема. Здесь Николай Тельвисович обозначил цифры, которые говорят сами за себя. 18 объектов «Долгострой» — 3,5 миллиарда. Это цена 2005-2016 года. Сегодня это, конечно, не меньше 5 миллиардов. Мы с вами должны понимать, что 5 миллиардов — это те деньги, которые мы вытащили из экономики, и они не работают, они заморожены, закопаны в песок». Всего за период 2017-2018 года прокуратурой округа в действиях органов исполнительной власти и местного самоуправления нарушения закона выявлены на 7 долгостроях, допущенных при строительстве объектов. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица из числа руководителей, возбуждено 2 уголовных дела, направлено 2 информационных письма. С 2015 года за городом числилось порядка 40 объектов незавершенного строительства. К началу 2017 года эта цифра уменьшилась до 31. В настоящее время, с начала года, я говорю о том, что цифра 31, то есть мы за чуть более один год практически на 20% уменьшили количество объектов незавершенного строительства. В настоящее время у нас процесс этот ГАНАС является одним из приоритетов. Он занимает очень большую часть рабочего времени первого заместителя, Галерина Ковачева-Бережного, в том числе все значенные объекты, которые будут доложены. В настоящее время этот процесс не перерывный, а и к концу года мы ставим перед собой задачу, чтобы общая цифра еще, по крайней мере, порядка 10 объектов, так или иначе, измечить из-за глазкиста. Сфера строительства является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Только надлежащим образом организованное воздействие правоохранительных органов, обмен значимой информацией, проведение совместных проверок, сопровождение крупных строек с момента начала конкурсных процедур, позволит качественно противодействовать преступности в данной сфере. В обязательном порядке всю информацию мы учтем и будем планировать в целях дальнейшего проведения проверочных мероприятий, в том числе и совместно с органами финансового контроля будем подключать и правоохрану, чтобы, как уже было отмечено, если должностные лица похитили бюджетные деньги, виновник должен понести суровое уголовное наказание. В рамках обмена мнениями участники форума обсудили актуальные для региона вопросы соблюдения законодательства регулирующего строительство социально значимых объектов на территории региона. Итоги обсуждения будут учтены в дальнейшей работе органов прокуратуры совместно с общественностью, государственными учреждениями и ведомствами. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Вадим Стасюк, Телеканал Север.